Надо делать все с любовью. Во-первых, это должен быть хват. Как гром среди ясного неба, я узнала о своем диагнозе. Сколько я буду жить и буду ли вообще жить. Мне было больно, мне было тяжело. Нужен был смысл. Мне сказали, ты знаешь, ты просто создан для пауэрлифтинга. Была рекомендация от врачей, больше 5 кг не нагружать руку. Я занимаюсь в троеборе. В сумме 210 кг я подняла. С 50-го размера я стала влезать в 44-й, иногда в 42-й. Что может быть еще прекраснее и удивительнее. Я дала надежду таким же женщинам, как я, что рак – это не приговор. Каждое следующее соревнование я жду с трепетом. Не надо быть жертвой. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в гостях у нашей программы удивительный человек, обаятельная женщина, предприниматель, пауэрлифтер. Ольга Ушакова. Здравствуйте. Оля, а вот скажи, для непосвященных зрителей, в том числе я тоже непосвященный человек, пауэрлифтинг – это что такое вообще? Какие входят туда упражнения, либо какие дисциплины на соревнованиях? Что такое пауэрлифтинг? Это силовой вид спорта. Туда входит… Вообще есть троеборья и есть отдельные виды по пауэрлифтингу. В троеборье входит присед. Это надо сесть со штангой. Это жим. Это жим лежа. Это надо лежа отжать штангу, пожать штангу от груди. И становая тяга – это надо оторвать штангу от пола. Ну, на уровень своего роста. Да, просто поднять ее от пола. И есть отдельные. Я занимаюсь троеборьем. То есть все три вида упражнений выполняю. Также в этом виде спорта есть нормативы. Которые… То есть если ты первое место занял, это не как в других видах спорта, ты можешь стать мастером спорта, кандидатом мастера спорта в зависимости от соревнований. Здесь надо выполнять нормативы по сумме. И вот путь каждого спортсмена, он может занимать к мастеру спорта, к мастеру спорта международного, к классской лете, может занимать от двух до десяти лет. У кого-то это короче, у кого-то это длиннее. Но у меня достаточно быстро все получилось. Оля, ну, несколько лет назад ты была совершенно, ну, можно сказать, другим человеком, а о пауэрлифтинге и не было речи никакой. И что послужило толчком для того, что произошло с тобой за все последние годы? Я никогда не была спортсменкой. И как гром среди ясного неба, я узнала о своем диагнозе. У меня был поставлен рак груди. И, ну, вот жизнь, она перевернулась с ног на голову. То есть мир изменился, мир поменялся. Я столкнулась с тем, что не понимала, куда идти, что делать, вообще, как дальше жить, сколько я буду жить и буду ли вообще жить. Врачи говорили, что будет операция и, естественно, я буду уже другим человеком. После того, как операция прошла, у меня были, ну, достаточно серьезные проблемы. Я была ограничена в движении. И я была подавлена тем, что я уже не тот человек, что я не та женщина. Я потеряла свою женскую, именно женскую привлекательность, свое женское здоровье. И это были мучительные дни для меня и в психологическом, и физиологическом отношении. Как-то равнодушно, бессильно все я воспринимала, самостоятельно ничего не могла делать. Мне было больно, мне было тяжело и физически, и морально. И в какой-то момент я подумала о своих врачах-хирургах, которые боролись за мою жизнь. На протяжении почти 10 часов шла операция, и вот они не отходили от операционного стола. Это Олеся Игоревна Старцева, Дмитрий Владимирович Мельников, Семен Ильич Иванов. И они сделали, ну, просто невероятное. Мне сложно даже об этом сейчас вот говорить. Я как будто бы вот все заново это все переживаю. И я поняла, что вот это вот самый настоящий подвиг. Они бились за мою жизнь, и каждый день они бьются за жизнь других людей. И я подумала вообще, вот имею ли я право обесценивать этот подвиг? Имею ли я право обнулять тот результат, которого они добились и который они получили? У меня была мастектомия с одномоментной реконструкцией. И это же вот вопрос того, что приживется ткань, не приживется. Я тогда вот в тот момент я подумала, что я не должна опускать руки, я должна идти дальше. Ну, события начали разворачиваться, мне так кажется, уже сейчас, что они начали разворачиваться в мою пользу. Я узнала о том, что существует государственная программа, где как раз вот женщины с такой проблемой проходят реабилитацию. И физиологическую, и психологическую. Я попала в Центр научно-исследовательский Центр курортологии и реабилитации в надежные и заботливые руки А.Ж. Халидовна Гайдаровой, которая занималась как раз вот этим вопросом реабилитации именно таких женщин. И за короткий период меня просто смогли восстановить и вернуть вот к самостоятельной, именно к самостоятельной жизни. Потому что после операции у меня не поднималась рука. То есть это было невозможно. Это были боли, тянули шрамы. И, конечно, эмоциональное состояние было жутчайшее, вот эта подавленность. И вот там меня вернули к нормальной жизни, когда я смогла самостоятельно... У меня разработали руку. Я самостоятельно начала делать все те вещи, привычные каждой женщине, которые я делаю утром, вечером. То есть это самостоятельно одеваться, самостоятельно какие-то вещи, которые привычны нам по уходу за собой. Вот все это вернулось ко мне, и это была такая первая надежда на все. А дальше мне нужно было какую-то зацепку в жизни. Я же понимала, что у меня непростая операция, непростая операция и непростое заболевание. Мне нужен был смысл. Смысл, чтобы жизнь была наполнена смыслом. А значит, это нужно было какое-то дело, увлечение. И я начала себя пробовать во всех возможных, невозможных каких-то вещах. Блогерством занималась. Пробовала собирать бюжутерии, искала себе какую-то творческую составляющую. То есть мне нужна была зацепка. За что можно взять, уцепиться и сохранить то, ради чего человек живет. Найти и сохранить это. Ну вот где-то полгода я пробовала себя во всех направлениях. В это время меня поддерживали не только мои родные, но и у меня есть подруга, замечательный человек, Светлана Мастеркова, олимпийская чемпионка. И она, глядя на меня, видела, что у меня не такой малоподвижный образ жизни. Я была отечного вида. То есть вот у меня были проблемы, серьезные проблемы с фигурой, я с лишним весом. И она все время мне говорила, иди в зал, иди в зал. И вот в какой-то момент вот этот вот пинок от олимпийской чемпионки, он сработал. Я пошла в фитнес-клуб и подумала, вот так вот для себя решила, что в принципе была рекомендация от врачей больше 5 килограмм не нагружать руку, потому что будет лимфостаз, и это самое опасное, что вот после такой операции может со мной случиться. Ну, думаю, наверное, самое безобидное – это дорожка. Встала на дорожку, стало скучно. Ну, один день, второй день, третий день, и понимаю, что я вот еще четвертый схожу, и больше не появлюсь обратно. И подошла к тренеру, к дежурному тренеру по залу, и сказала, вот я хочу чем-нибудь таким позаниматься, вот чем не знаю, но у меня операция была, амастектомия, знаю, что это такое. Ну, он так кивнул, да, знаю. И, ну, молодой, сомневаюсь, что он понимал, о чем идет речь, но слово операция его ограничило. И он начал мне давать по чуть-чуть, какие-то небольшие такие веса, с небольшими весами я начала работать. И спустя месяц я увидела, что у меня сократился объем. Одна из моих знакомых, когда я выложила в соцсети свою фотографию, вот эту вот первую уже с тем, что я, что объем у меня сократился, вот я стала чуть стройнее, она написала, это твоя дочь, и это вот послужило таким еще одной ступенькой к моей мотивации. И я решила, что надо продолжать, как бы сложно, как бы тяжело не было, и приходилось превозмогать боль, и вот это вот через свое не могу. И я устала, и после работы, и были такие моменты, когда я даже возвращалась из командировки, я шла в зал. Скажи, а вот ты знала вообще такое слово пауэрлифтинг до того, как ты вот пришла в зал? Да, я знала, потому что мой бизнес, он был связан со спортивными мероприятиями, потому что я делала спортивную косметику и сейчас продолжаю. И я участвовала в таких соревнованиях, и мне казалось, боже мой, какой ужас, что эти люди делают над собой, как это непросто, как это тяжело. И я себя никогда с ним не ассоциировала даже. И вот однажды, перейдя из одного клуба в другой, я встретила тренера Владимира Сотникова, который, в общем, он был мастер спорта по пауэрлифтингу и по бодибилдингу. И я, в общем, попала к нему на тренировке. Он мне сказал, покажи, что ты умеешь. И на тренажерах я показала, это все были маленькие смешные веса. И я еще сказала, что я умею приседать правильно, как учил тренер. Он, ну, покажи. Показала. Наверное, ему было очень смешно, потому что, когда я сейчас смотрю годичной давности ролики, мне тоже смешно. Ему, как профессионалу, было, наверное, еще больше. Еще веселее, наверное, от увиденного. И он сказал, давай попробуем со штангой присесть. Я такая в сплите. Сплит – это специально приспособленное такое оборудование, где зафиксирована штанга. Он, нет, давай с пустым грифом. Пустой гриф вес 20 килограмм. И для меня 20 килограмм – это было что-то ужасное. Когда я положила себе на плечи вот этот пустой гриф, меня начало шатать. И еще вот эта вот сама мысль даже о том, что надо будет присесть и потом еще встать. Присесть-то ладно, но самое вот встать – это с этим 20 килограммом. Когда ножки вот трясутся от того, что эта штанга лежит, гриф пустой лежит на плечах. И ну вот я присела, как-то встала. И Вова мне сказала, ты знаешь, ты просто создан для пауэрлифтинга. Когда у тебя была первая победа? В 2017-м, в марте я первый раз присела. А в 2017-м, в июле, 29 июля, я эту дату помню. И для меня эта дата будет теперь ежегодная, потому что я буду участвовать в этих соревнованиях теперь каждый год. Это было в сумме 210 килограмм я подняла. У меня был присед 80 килограмм, становая 85 и 45 килограмм я пожаловала от груди. То есть это вот были самые первые веса, получается, я к этому, к этой сумме, к этому весу я пришла за 5 месяцев. Это очень хороший результат. И сильное желание – это в первую очередь преодоление себя, преодоление своих «не хочу», «не могу», «больно». Потому что у меня даже, вот я смотрю сейчас, на видео уже нет, а так, когда я делала становую, я вот ту больную руку, я ее поправляла. Я даже забыла о том, что мне вообще 5 килограмм, больше 5 килограмм нельзя поднимать. То есть вот был такой момент, что я это как-то держала в голове и берегла свою руку, а потом я забыла. Это вот азарт, это желание попасть на соревнования, но на соревнования, когда я попала, то там уже совершенно другие ощущения. Это адреналин, это когда ты выходишь на помост, вот твоя штанга, вот судья, и ты не видишь, кто болеет, кто что рядом говорит. Это Света меня за неделю готовила, она мне звонила и говорила, вот сейчас ты волноваться не должна, живи обычной жизнью, постарайся абстрагироваться. А как это абстрагироваться, если ты понимаешь, что это вот событие из событий? И она мне все время говорила, вот спокойно, ко всему относись спокойно, что бы вокруг ни происходило. Вот когда подходишь к штанге, вот здесь у тебя должен быть взрыв, вот здесь уже все, включай все свое, и волнение, и все, что может быть, вот должен быть взрыв эмоциональный. Ну, где-то приблизительно так у меня и получилось. И из девяти, причем вот я начала рассказывать о пауэрлифтинге, вообще очень мало заявляется на эти соревнования, вот именно в трейборе. Там по отдельным видам пауэрлифтинга много людей всегда, а по этому виду спорта мало. Почему? Потому что вот это вот подъемы штанги начинаются с девяти утра и заканчиваются там ближе к часу, к двум часам дня, и все это время ты поднимаешь штангу. То есть идет сначала разминка, потом три выхода по каждому упражнению, три подхода. И фактически осуществляется девять подходов, и между этими, между тремя видами идет еще разминка. То есть устаешь, конечно, просто, ну, серьезно. И это тяжело не только физически, но и морально, потому что надо еще настроиться на вес, потому что это должна быть очень высокая внутренняя концентрация. И женщины не то что такие вот с такими проблемами, как я, да, я таких женщин, конечно, не встречала на соревнованиях, но и здоровые женщины, ну, у которых нет никаких проблем с здоровьем, они, в общем-то, не спешат на эти соревнования, потому что, ну, вот именно такие, потому что они сложные, тяжелые и сложные. Вот. И я через это прошла, вот сейчас я оглядываюсь и жду следующих, каждое следующее соревнование, я жду с трепетом, с невидимой. Вот просто это для меня какой-то вот такой праздник жизни, это еще одно день рождения, каждое соревнование. Это еще один Новый год, как Новый год, как 8 марта, вот в ожидании чуда, в ожидании очередной победы, в ожидании очередного преодоления себя. Как правило, на всех соревнованиях я стараюсь взять вес больше, чем я беру в зале. То есть я именно стрим... И там это как-то вот атмосфера сама способствует. Мне кажется, даже и штанга там на соревнованиях легче. А потом еще мужчины, женщины, которые приходят, вот зрители, они же все поддерживают, они же все восхищаются твоими вот какими-то невероятными возможностями, силой твоей. То есть тебе вот нарушение предписаний врачей, когда они больше пяти килограмм, тебе просто доставляет удовольствие, да? Ну... А как, скажи, а как на здоровье вот это отразилось, занятие пауэрлифтингом? Ну, у меня после того, как прошла операция, был лимфостаз второй степени. Сейчас его нет вообще. То есть я избавился от этой проблемы. Плюс были какие-то отклонения со здоровьем, которые... Ну, вот была низкая плотность костей из-за того, что вот я столкнулась, наверное, с такой проблемой. Плюс малоподвижность. Низкая плотность костей, сейчас у меня это все нормализовалось. А что такое низкая плотность костей, чтобы зрители понимали наши? Это предрасположенность к остеопорозу. То есть это, в общем-то, тоже достаточно такая страшная болезнь. Вот. У меня сейчас все в норме. И много других таких вещей, улучшений. Плюс с 50-го размера я стала влезать в 44-й, иногда в 42-й. Ну, что может быть еще прекраснее и удивительнее. Можешь показать свои награды и рассказать о них? Да. Ну, вот самая первая, наверное, она самая трепетная. Вот здесь вот в Суме я... Это был Кубок Европы, который проходил в Краснодаре. Открытый Кубок Европы. Светогор. Вот здесь интересная такая сила, наша сила. В единстве наша сила. Название. Светогор Про-8. Это восьмое мероприятие ежегодное. Мне пришлось одной там выступать. 210 килограмм было в Суме. Потом это было второе место на продвижении. Уже другая федерация. Кстати, в пауэрлифтинге очень много федераций. Это продвижение. В октябре было мероприятие. Я получила серебро. Сумма была 217,5. То есть я свой вес увеличила на 7,5 килограмм. Первое соревнование я получил. Первый, третий разряд. Вот это был чемпионат России. Проходил в Москве. Где я получила второй. Нет, первый. Да, нет. Второй разряд. Выполнив 230 суммин. 230 килограмм. И вот две медали, которые я получила в марте в Казани совсем недавно. Это в открытой группе и в группе ветеранов. То есть я заявила сразу две группы. Открытая – это молодежь, полная сил. А ветераны – это те, которым за 40 лет, по-моему. Я сейчас точно не знаю. Не помню. Вот. И там я выполнила. Сумма моя составляла уже 252,5 килограмма. Где присед у меня был 95 килограмм. Жим лежа – 52,5 килограмма. И становая была 105 килограмм. Я понимаю, что я могу сделать сейчас больше. У меня завтра тренировка. И я думаю, что мои личные рекорды снова будут побиты. – А тренируешься ты как часто и что входит в тренировку? Сколько времени занимает это? – Три раза в неделю я стараюсь. Так как у меня много командировок, я тренируюсь в разных городах. Я беру себе разовое посещение в клубы. Так что у меня есть еще и впечатление о других лифтерах. В нашей среде называют пауэрлифтеров лифтерами. И три раза в неделю тренировка может составлять 2-3 часа. То есть на протяжении… Это входит разминка, это входит подъем штанги. Ну, это по отдельным видам. То есть нет такого, чтобы я сразу три вида выполняла в одну тренировку. Отдельно становое дело, отдельно жим, отдельно присед. И при этом есть дополнительные упражнения на укрепление спины, на отработку техники. То есть очень много таких вещей, которые остаются, в общем-то, за ширмой по ту сторону от соревнований. То есть к соревнованиям готовимся и очень много разных таких методик, своих каких-то фишек уже наоткрывал для себя лично. И я понимаю, что многие… Ну, вот как-то принято, что вот если качает мышцы, то с мозгами не дружит. Вот здесь, в общем-то, основную роль играют как раз мозги, потому что нужна внутренняя концентрация, контроль каждой мышцы, каждого суставчика, тела. И здесь очень большое внимание уделяется технике. То есть эта работа над техникой – это в первую очередь умственная, да, контроль только своего тела. Умственный контроль своего тела. То есть ты должен чувствовать каждую клеточку, потому что когда ты берешь 105 килограмм, это вес уже такой, который может привести к травме. И если техника неправильная, я очень часто вижу и в зале во время тренировок, и даже на соревнованиях вижу людей, которые, ну, в общем-то, могут не очень хорошо закончить свою вот как бы карьеру спортивную или просто вот ходят ради, вот просто для себя, да. Я вот иногда вижу, что человек неправильно делает. Вот что ты делаешь? Вот я качаю то-то, то-то, там, спину. А ты что, на соревнованиях участвуешь? Вот большую это весу? Нет. Для себя. Ну, вот для себя можно заработать кучу проблем со здоровьем. Вот если неправильно делать технику. Конечно, надо тренироваться всегда с тренером. У меня на данный момент 4 тренера. Потому что Владимир Сотников, который меня вел изначально, он перешел в другой клуб. У меня нет такой возможности ездить, это от меня слишком далеко, но я человек очень преданный. И он меня разглядел, он меня разбудил настоящего пауэрлифтера. И я понимаю, что надо пройти путь до мастер-спорта, до мастер-спорта международного класса, элиты с ним. А помогают мне тренироваться со стороны? Нужно, во-первых, и подавать штангу, и взгляд со стороны, и корректировать технику в процессе выполнения упражнений. Еще три тренера – это Александр, Святослав и Армен. Все они фитнес-инструкторы, все они с пауэрлифтингом, бодибилдингом так или иначе связаны. То есть они понимают, что происходит, для чего это все, что со мной раньше было. То есть они все знают мою историю и очень трепетно относятся к тренировкам со мной. А Владимир расписывает нам тренировки, он расписывает схемы. Мы с ним делаем проходы. У пауэрлифтинга есть такое понятие при тренировках – проход. Это достижение максимального веса, который ты можешь поднять. Как правило, это делается либо перед соревнованиями, либо если тренировочный процесс достаточно длительный, уже много тренировок было, надо посмотреть, к чему мы пришли. Поэтому у меня четыре парня крепких, которые помогают мне достичь тех высот, к которым я стремлюсь. То есть удивительно в этой ситуации то, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Конечно, да. Но вот помимо занятий спортом и занятий бизнесом, ты занимаешься еще и общественной деятельностью. Недавно стала лауреатом премии «Будем жить». Что это за премия, за что ее присуждают и что ты делала для того, чтобы стать лауреатом этой премии? Ну, есть ассоциация онкопациентов. Здравствуй. Ее возглавляет Ирина Боровова. И они проводят ежегодное награждение людей, которые внесли свой вклад в борьбу с раком, в борьбу с онкологией. Это лауреатами становятся общественные организации, лауреатами становятся врачи-онкологи и в том числе пациенты. У меня была номинация «Лучшая пациентская история». То есть моя история была вознаграждена вот этой премией, потому что я дала надежду таким же женщинам, как я, что рак – это не приговор. И жизнь после такой операции, после перенесенной болезни может быть полноценной. В моем случае она лучше стала. И я воспринимаю эту болезнь как дар свыше, как второй шанс, как новые возможности. И я это вот показываю. Вот эта премия, она была нужна даже для того и мне, и ассоциации, и онкопациентам. Для того, чтобы показать, что есть возможность жить нормальной, хорошей, полноценной жизнью. Просто не надо относиться к себе как к жертве, как к больному человеку. Не надо просить, там, пожалейте меня, а надо показать, что ты можешь стоять в строю и быть даже, наверное, там, на шаг впереди. И многих людей, у которых больше возможностей, например. Вот многие люди, которые оказались вот такой вот, ну, скажем так, перед лицом на грани жизни и смерти, они приходят к вере. Ну, я себе сделала татуировку. Я себе сделала. Вот ты ее размещала даже на Фейсбуке, и она у тебя, насколько я помню, на правой руке. Да. И она у тебя в форме солнца. Да, да. На левой руке. Да, да. Что она означает? Она означает женское счастье, женское здоровье. Мне нужен был какой-то такой внутренний еще толчок. Перед операцией мне снились мои умершие родственники. Вот, ну, перед тем, как я узнала о диагнозе. И я понимаю, что вот, ну, и генетически во мне заложено от моих родственников очень многое. И воспитание, и вот традиции, которые там в семье сохранялись, они передавались из одного поколения в другое поколение. Да, все-таки они привили мне характер, какой-то внутренний стержень, который мне помог и в дальнейшем. Ну, это вот, я бы не сказала, что это приход к вере. Это своего рода мировоззрение. Мировоззрение о том, какая должна быть, ну, именно моя жизнь. То, что надо жить на позитиве. Надо делать все с любовью. Надо отгонять от себя какие-то нехорошие эмоции, отрицательные. Надо любить людей, тех, которые тебя окружают, дрожить ими, ценить их. И, ну, стараться заполнять свое жизненное пространство хорошим, добрым, светлым. Переворот сознания, конечно, он происходит в тот момент, когда ты понимаешь, что жизнь может закончиться. И что после тебя? Многие оставляют там после себя открытия, дети, продолжение рода. Вот, к сожалению, у меня не получилось стать мамой, хотя попытки были. И, возможно, даже вот это вот мое неистовое желание, оно, может быть, и привело вот к такой проблеме. Но надо вовремя остановить себя, если это, ну, вопреки всему, что это вот, 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 когда не дано, да, а ты это сильно хочешь. Ну, надо быть, наверное, в этом отношении скромней, скромней в плане вот этих вот своих необузданных желаний. Надо быть целеустремленным и не знать в этом границ. Да, но есть вещи реальные, есть какие-то такие, которые, ну, не должны в твоей жизни происходить. То есть надо принять вот то, что свыше дается, надо это принять и благодарить, наверное, жизнь за то, что она продолжается. Обычно говорят, вот, если болезнь дается, дается за что? И второй вариант – для чего? Ты как ответила на этот вопрос? И для чего? Для чего? Для того, чтобы я перестала быть овощем. Для того, чтобы я изменила свою жизнь. Я думаю, что моя жизнь может, вот, теперешняя моя жизнь, она может послужить примером. Опять же, вот для таких людей, которые попали в такую ситуацию, то, что я делаю, может дать надежду многим людям. И я не собираюсь останавливаться на этом. Я хочу продолжить вот искать пути, то есть попробовать разработать вот саму схему модели реабилитации. Потому что, когда мы уходим домой, для врачей вообще реабилитация – это вот то, что после операции прокапали, прокололи. А когда уходим домой, там самый кошмар начинается. И вот мне хочется в этом направлении провести работу и добиться каких-то результатов. А потом я вот эту болезнь не воспринимаю, как какое-то несчастье, произошедшее со мной. Это дар. Вот реально дар. Для того, чтобы помочь другим людям, ты встречаешься с онкобольными, рассказываешь им о том, о своем примере. Своем опыте. Весь мой путь вот этот вот к премии и к тому, что обо мне узнали, он для меня вот до того, как мне вручили премию, я думала, что я ничего особенного не делаю. Я живу своей жизнью, я занимаюсь, я иду. И только тогда, когда я рассказала об этом всем, была у меня возможность выступить с докладом, где присутствовали люди. То есть более широкая аудитория узнала о том, с какой я проблемой столкнулась и как я с ней боролась, как я из него выходила. Только тут пришло осознание. И, конечно, я стала больше писать в соцсетях, рассказывать. У меня уже были программы, в которых я давала интервью. И сейчас я это делаю охотно. Потому что я понимаю, что я должна как можно больше рассказывать о своем случае, о своей истории. И я встречаюсь и с онкобольными пациентами. Неправильно говорить онкобольными. Все-таки онкопациенты, это правильнее. С онкопациентами. Я общаюсь с врачами. Еще немножко времени, конечно, прошло, но я уже достаточно во многих таких интересных мероприятиях поучаствовала. Сейчас будет презентация книги с историями онкопациентов, куда включили мою историю. То есть, что касается общественной деятельности, я считаю, что сейчас, на данный момент, кроме спорта, это должно быть основной деятельностью моей. Потому что я понимаю, как много можно дать женщине даже в виде надежды. Из-за того, что я очень часто общаюсь и в сети, и на встречах с онкопациентами, с людьми, у которых в семье были онкопациенты. И я порой слышу чудовищные истории, когда женщина узнает о том, что у нее, ей поставили диагноз рак груди, она отказывается от лечения. Почему она отказывается от лечения? Да потому что она не представляет, как она будет жить без груди, без одной груди. А как отнесутся к этому близкие, муж, да, и вообще, как ее привычная жизнь будет продолжаться. И многие реально себя считают уродами в этих ситуациях. И отказываясь от лечения, они просто уходят за короткий период времени в другой мир. Будем считать, что это другой мир. А вот насколько люди тебе верят, женщины? То есть, вопрос я поясню. У каждого человека же свой путь в жизни. И люди могут думать о том, что твой путь, он уникален, и повторить его нельзя. Что ты говоришь в таких случаях? И есть ли люди, которые тебе поверили и которые уже изменили свою жизнь? Есть. Есть женщины, которые после онкологии пошли в зал, глядя на меня. Мне многие пишут и говорят, что я их мотиватор. Не только больные, здоровые женщины идут. Но вот онкопациенты, они, есть женщины, которые и уже начинают на своих страницах писать, какие вопросы они задают фитнес-тренерам. Иногда я комментирую, иногда я делюсь своим опытом, спортивным опытом. Ведь можно просто начать с малого. Можно начать просто ходить в зал. А к чему это приведет? Может быть, это будут соревнования, а может быть, это будут просто для себя занятия спортом, которые позволят полноценно жить, полноценно существовать, не быть ни для кого обузой, не быть жертвой. Твой бизнес, он ведь тоже связан со спортом? Да, и со спортом, и со здоровьем, да, косметика. И, конечно, на протяжении всех тренировок, соревнований я использую свою косметику для восстановления, для подготовки, для выносливости. Рассказываю, охотно делюсь своими секретами с участниками соревнований. У меня это даже вот как-то, ну, какую-то особенность, что ли, добавляет в мои соревнования. То есть это разогревающие кремы для спортсменов? Да, разогревающие. То есть надо было понять, какую линейку выпустить. Сначала нужно было понимание, какую линейку нужно выпустить для спортсменов, что важно для спортсмена. Я уже сейчас понимаю. Раньше я использовала как потребитель этой косметики в случае каких-то проблем с опорным двигателем, ну, боли в спине, там что-то еще просквозило, продуло. А сейчас я применяю как спортсменка. И вот в тот момент я задавалась вопросом, а что нужно для спортсменов? Вот спортсмены часто травмируются. И вот им надо, чтобы не было травм, а если травмы случились, то надо реабилитироваться. То есть сейчас я понимаю, что продукт-то дальше, чем травмы, он повышает выносливость. Потому что мужчины, которые тренируются со мной в зале, иногда я слышу такую фразу, ну, уже уйди, не унижай нас, потому что я дольше всех. Я прихожу раньше всех, ухожу из зала тоже позже всех. И при этом мне хватает сил. Я, может быть, морально могу устать на тренировке, но физически я... На всех там коробочках, я видел это у тебя на страничке в Фейсбуке, там цифра 42. Что она означает? Марафонская дистанция. Марафонская дистанция. Многие говорили, там, возраст. А изначально это марафонская дистанция, что означает выносливость, быстрое действие, ну и, в общем, эффективность. У тебя на твоей странице в социальных сетях, помимо разных, вот, о чем ты говорила, о бизнесе, о спорте, об общественной деятельности, у тебя еще много фотографий с оружием. Что это? Почему? Почему оружие? Это твое увлечение? Да, я еще занимаюсь практической стрельбой. Начала я заниматься недавно, но уже есть определенные успехи. Стреляю я, первые мои попытки были из ГЛОКа, сейчас я стреляю из Макарова. Езжу заниматься в Центр спортивной подготовки «Витязь». Это база спецназовская для тренировок, ну, всяких сдач нормативов. И вот на этой базе меня инструктор со мной занимается стрельбой. Ну, вот у тебя там на столе как раз лежит один из предметов, который похож на пистолет. Да. Расскажи, что нужно делать, чтобы рука не дрожала, чтобы попадать точно в цель? Ну, во-первых, это должен быть хват. Правильный хват. Внутренняя, так же, как при работе с большими весами, должна быть внутренняя концентрация. И правильная постановка рук, вынос. Причем я раньше думала, что надо там прицелиться глазами, один глаз закрывать. Во время стрельбы у меня открыто два глаза. Для меня это было откровение на самом деле. И, конечно, мы тут отрабатываем технику выноса. Я еще вот из кобуры достаю. И есть определенные правила. Никогда не направлять на человека. Никогда не держать палец на спусковом крючке до того, как готовится выстрел. Ну, и, в общем, спортивная подготовка, связанная с пауэрлифтингом, она дает мне возможность не чувствовать ту отдачу, которую, наверное, почувствует человек, не работающий с такими весами, как я. То есть для меня стрельба дается достаточно легко. Вот ты до того, как мы начали записывать программу, ты там фразу произнесла по поводу запаха пороха. Можешь ее повторить? Да. Ну, вообще, вот после того, как я начала заниматься, первое у меня ощущение были страха. Я очень боялась выстрела. Я боялась взять оружие в руки. А сейчас, когда я еду с занятий, вот кожа, одежда, они пропитаны порохом. И это, наверное, самый замечательный и самый прекрасный для меня сейчас запах. Лучше всех духов, ароматов. Я просто вот получаю огромное наслаждение от того, что вот я сейчас пострелял. Ну, вот за одно занятие я делаю 100 выстрелов. Вся работа идет на отработку техники. Вот. И я уже соскучилась по стрельбе. Я вот сейчас понимаю, что мне хочется пострелять. Ты планируешь заниматься стрельбой так же, как и в спортивных целях сдавать на разряды, участвовать в соревнованиях? Да. 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 Практическая стрельба. Это стрельба в движении. Мы уже пробовали на время по скорости. Да. Вот я делаю выстрел за три секунды. Это достаю из кобуры, делаю вынос, досылаю патрон в патронник и произвожу выстрел. Целюсь, произвожу выстрел. Три секунды. Но в идеале надо делать это за полторы секунды. То есть мне надо удвоиться, ну, свой результат удвоить, но это очень сложно. Помимо увлечений, спорта, бизнеса, общественной деятельности, на семью времени не хватает или хватает? Хватает. У меня есть близкие, у меня есть... Ну, конечно, они обделены. Отчасти обделены. Но, с другой стороны, им со мной не скучно. И успевают соскучиться по мне, а со мной им не скучно. А как они перенесли вот вместе с тобой вот то известие о твоей болезни, об операции? Помогали они? Да, конечно. Мне кажется, они больше были напуганы, расстроены, обескуражены, чем я. И когда меня вывезли из операционной, и вот уже я находилась в своей палате, то меня как знамя несли, передавая из рук в руки. То есть меня ни на шаг не отходили мои родные. И они помогли мне, конечно, преодолеть самые трудные, тяжелые дни первые после операции, когда все болит, когда из тебя торчат куча трубок, капельницы, и ты не можешь самостоятельно встать. Да вообще ничего не можешь самостоятельно сделать. И вот, конечно, мои родные, это тоже обязало меня просто жить дальше, потому что такая забота и такое отношение, оно, ну, я понимаю, как я им нужна. Что ты обычно советуешь тем людям, которые оказались в такой ситуации, в которой ты оказалась несколько лет назад? Если поставили такой диагноз, то бороться надо обязательно. Когда они уже приходят к врачу, то надо уже, наверное, довериться полностью доктору и постараться следовать всем тем предписаниям, которые он дает. И дальше уже, как пройдет операция, уже после этого тоже не опускать руки. И не надо вот создавать среди своих близких, в кругу своих близких и родных атмосферу того, что вот тебя надо жалеть, вот ты какой-то не такой, ты неполноценный. Да, будут относиться внимательно твои родные и близкие, но не надо быть жертвой. Вот это важно, это главное. Главное встать, не замыкаться в себе, не надо стыдиться этой болезни. Надо рассказывать об этом своим знакомым, своим близким. Это не стыдная болезнь. Она тяжелая, она опасная, но эта болезнь не стыдная. И когда ты не замыкаешься в себе, приходят какие-то решения, какие-то ответы на многие вопросы, и возможность победить, она увеличивается. Возможно, даже в несколько раз. Ну и поменять свое отношение к жизни в первую очередь. Научиться видеть все-таки больше светлых сторон в жизни, чем темных. И не бояться ставить перед собой цели, даже которые кажутся недостижимые. Вот которые зависят только от тебя, от преодоления себя. Не бояться этих целей ни в коем случае. Потому что год назад мне казалось, что 50 килограмм – это какая-то страшная цифра для меня. А сейчас, я думаю, что и 150 мне будет легко к этому весу прийти. Я не боюсь уже этого веса. Я пойду вот к таким весам. Спасибо. У нас в гостях была Ольга Ушакова. Спасибо.